всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами поднимаем очередную и на этот раз я думаю самую актуальную тему домашняя одежда если вам меньше 25 лет то скорее всего вы не понимаете зачем донашивать старую одежду за своей сестрой или например носить старую кофту которая в катышках и по-хорошему ее нужно выбросить но зачем-то вы должны носить ее дом сегодня это естественно покупать вещи специально для дома но например наши бабушки это дети войны и конечно они этого не поймут наши родители это отголоски войны это голодные девяностые и конечно мы если вам плюс-минус 30 лет скорее всего тоже являетесь отголоском всех этих тяжелых времен например в нашем детстве в моем конкретно детстве я не то что не видела новой одежды я даже не представляла что новая одежда может быть куплена специально для дома время поменялось но все-таки наша психология она остается и нам очень сложно перестроиться хотя прошло довольно много времени хотя сейчас мы можем себе позволить многие из нас могут позволить себе пойти купить приличный костюм для дома но в то же время мы этого не делаем дело в том что у нас с вами есть психологические барьеры и начать скорее всего даже нужно с этого и так представьте вы живете в красивом доме либо в красивой квартире это ваше место в котором вы хозяйка и у вас есть дети которые смотрят на вас и вы для них пример у вас есть муж который восхищается вами это ваше царство это то место в котором вы отдыхаете в котором вы читаете готовите в котором вы проводите много времени которое вы убираете о котором вы заботитесь и вот теперь представьте себя в той домашней одежде в которой вы царствуете в своем храме и вот теперь скажите себе как вы себя позиционируете дома то есть вы дома принцесса вы дома хозяйка или вы дома домработница и это очень важно сейчас ответить на этот вопрос прежде чем двигаться дальше то есть после того как вы для себя обозначить и кто вы у себя дома напишите себе на листочке как вы хотите выглядеть как вы хотите себя чувствовать у себя дома это может быть расслабленный уютный какой-то образ это может быть именно шикарный образ это может быть простой но при этом стильный образ и так сегодня я хочу поговорить с вами на тему домашней одежды но с позиции уже всем известных стилей и давайте как обычно начнем с истории домашняя одежда как отдельный вид начала появляться в семнадцатом веке то есть представьте дамы носящие огромные тяжелые кринолины корсеты все это тяжело все это сложно они приходили домой и переоблачались более легкие варианты одежды это были легкие платья но в то же время не лишены были вкуса и изящности элегантности то есть дама и дома была красивой она себя несла она себя позиционировала соответственно своему статусу и своему положению но в более легких платьях конечно она могла уже присесть прилечь и выполнять какую-то домашнюю работу ну скажем домашняя обязанность время шло и начали появляться специальные утренние туалеты были платья специальные которые надевались к обеду и к вечеру и даже были такие платья в которых дама шла в гардеробную чтобы выбрать платье в двадцатом веке домашняя одежда выделилась как отдельный сегмент и конечно на сегодняшний день это все по-прежнему набирает обороты все больше и больше и теперь давайте проговорим те самые основные стили на которые мы опираемся сегодня при выборе домашней комфортной красивой одежды первое что приходит на ум это пижамный стиль совершенно недавно мы ходили по улице в пижамах и это было нормально поэтому представить пижамный стиль в условиях дома как костюм для дома вполне можно но опять же не нужно путать ее именно с той пижамой в которой мы спим потому что такие пижамы сразу видно это детские рисунки это более открытые наряды и более тонкие прозрачные ткани поэтому нужно обращать на это внимание если вы покупаете себе пижамный костюм для дома то пусть он будет из более плотной ткани с более абстрактным каким-то рисунком либо с тем рисунком который вы себе можете представить как дома так и на улице к примеру также пижамы можно в целом разделить на два типа то есть это детские пижамы где больше рюш где интересный какой-то детский принт и такие пижамы скорее всего вообще подойдут для девушек до 25 лет если вам больше то это будет выглядеть немного странно наверное и неуместно все-таки давайте предпочтение более простым тканям простым цветам либо какой-то геометрии возможно или интересному рисунку но не слишком детском хочется отдельно сказать о халатах махровых халатах о бархатных халатах давайте пожалуйста про это уже все забудем соберем это все аккуратненько и куда-нибудь отвезем дело в том что махровые халаты они предназначены специально для бани для сауны либо вечером когда вы выходите из душа и доходите до кресла чтобы переодеться в пижаму вот и все это три варианта когда можно ходить в таком халате что касается бархатных халатов особенно блестящих еще разных на замочки разных то есть давайте мы действительно от них избавимся потому что они делают из нас каких-то некрасивых тёть не элегантных не интересных женщин если вам удобно ходить дома в халатах то можно все-таки обратить внимание на на платье с запахом как халат как вариант халата либо кимоно очень люблю кимоно и когда готовилась к этому видео меня просто осенило почему я дома не хожу в кимоно причем кимоно может быть как укороченным так и длинным и к тому же вы можете быть например в майке в шортах сверху накинуть кимоно это тоже будет красиво если же вы выбираете халат то пусть этот халат будет не похож на банный не похож на бархатный не на ночной халат в котором вы собираетесь спать пусть это будет какой-то хэбэшный халат из довольно плотной ткани с интересным принтом либо просто однотонный и выглядеть это будет тогда хорошо и уместно следующий вариант одежды это разные сарафаны то есть во первых это удобно это легко если сарафан длинный например до колен то вообще нет проблем если вы там наклоняетесь что-то моете поднимаете и так далее то есть это выглядит хорошо просто и легко тем более сарафанов есть огромное количество и это действительно выглядит мило романтично нежно обратите внимание на сарафаны это что-то давно забытое но в то же время такое интересное воздушное и приятное следующий стиль это спортивный стиль конечно нельзя его игнорировать все-таки дома это самый удобный вариант но хочу предложить спортивный стиле не просто спортивный костюм а например худи и лосины мне понравился такой вариант во первых лосины они тянутся во все стороны это удобно это комфортно и если это с футболкой либо с худи это подчеркивает фигуру это не сковывает движение это выглядит хорошо и интересно тут конечно нужно подумать о том как вы себя чувствуете в лосинах и насколько хорошо ваша фигура в них смотрится если нет то вполне можете носить спортивные штаны например с майками сейчас кстати укороченные майки с проймой очень красивые укороченные разные топы все это можно здорово сочетать со спортивными штанами оголяя небольшую полоску например живота то есть с одной стороны это и интересно и свободно и дышит и к тому же как момент сексуальности даже присутствует в следующий стиль который также подходит для дома это кежуал конечно кежуал это самый удобный стиль не только для дома вообще то есть в этом стиле можно жить это комфортные какие-то брюки джинсы если вам удобно ходить дома в джинсах например я думал джинсы ходить не могу но какие-то брюки из мягкой ткани и какие-то широкие возможно под шаровары что-то такое вполне да и конечно футболки опять же майки худи все подходит в этот стиль конечно дома будет уместно ходить в шортах опять же если вам комфортно подбирайте более классические более простые варианты если вы хотите чтобы эти шорты подходили ко всем вашим майкам рубашкам ко всем худи то тогда классический вариант это всегда работает на ура если же у вас совершенно спортивный стиль то опять же выбирайте шорты спортивного варианта чтобы под все подходило то есть старайтесь даже для домашнего использования продумывать себе некие образы и запомните для каждого низа должно быть по три-четыре верха то есть на одни шорты у вас должно быть три-четыре разных варианта одежды то есть например пару футболок там майка рубашка и в таком случае вы можете неделю ходить в одних шортах но при этом каждый день выглядеть по разному и еще один вариант который хочу озвучить это утепление дома опять же это может быть худи и хочу здесь рассказать еще о кардиганах которые я сама безумно люблю кардиганы это такие мини пледы в которые очень здорово завернуться они есть как крупной вязки так и в облегченном варианте но здесь опять же зависит от вашего вкуса но в то же время не забывайте что кардиганы особенно удлиненные ниже колен они выглядят очень элегантно и стильно и если вы хотите купить какую-то одну универсальную утепленную вещь для дома то мне кажется кардиганы это самое то потому что в него и завернуться можно и можно накинуть его просто на плечи и всегда это выглядит хорошо то есть даже дома вы будете чувствовать себя прекрасно ну и в завершении хочу рассказать такую отчасти смешную отчасти забавную наверное историю может быть она также останется у вас памяти как когда-то у меня однажды с другого города ко мне приехала знакомая она оставалась у меня ночевать и меня поразил тот факт что когда она переступила порог моего дома она достала специальные туфельки для дома на небольшом каблучке она была в кимоно в красивом в туфельках и выглядела шикарно и конечно тогда я подумала что она собралась так в гости но когда я начала разговаривать с ее мужем и с ней то оказывается она дома тоже так ходит она дома ходит в обуви она дома ходит нарядная и как раз таки тогда она открыла для меня некую тайну того что дома нужно быть принцессой и эта история меня тогда очень поразила и где-то я в глубине души я посмеялась но все же я это запомнила и периодически я вспоминаю об этом и думаю что это действительно правильная позиция потому что если не дома то где еще ты можешь быть принцессой а это все на сегодня спасибо вам большое за внимание будьте красивыми будьте счастливыми и до новых встреч пока